Деревенский парень из Оренбургской области Владимир Маркелов по спортивным меркам начал заниматься боксом поздно. Впервые он пришел в спортивный зал в 15 лет. Переехав в Самару, продолжил тренироваться. Учебу и занятия спортом удалось совмещать. И везде Владимир добился успехов. У него два высших образования и два Кубка России. Очередную высшую награду страны мастер спорта завоевал в Ижевске. Именно финальный поединок Владимира Маркелова против Сергея Колчугина из ЦФУ и принес победу команде Приволжского федерального округа. Как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. Поэтому приходится успевать и поучиться, и потренироваться. Ну, на самом деле, кто-то говорит старики, но, кажется, в любом возрасте можно, на самом деле. Это все так, отговорки, что поздно. Если хотеть, если есть желание, то в любом возрасте можно тренироваться и показывать результаты. На этот раз самарским боксерам выиграть Кубок России было непросто. Основные соперники – члены сборной страны. От этого спортивный трофей, добытый на ринге в этом году, ценнее в несколько раз, заметил ветеран букса, чемпион мира самарец Василий Шишов. Он смотрел бои на спортивной арене в Ижевске, где проходили соревнования. Три боя мы как бы немножечко проигрывали, и как бы это самое, ну, не по себе, неприятно. И потом у нас такой перелом пошел. Пошел, пошел, потом это Муцелханов выиграл. А счет делает 5-4. Мы выиграем, и Володя Маркелов выходит. А боксер-то хороший, международники. Не то, что боксер Маркелов, он еще бьет, тот падает, ему считают, мы выиграли 6-4. За сборную Приволжского федерального округа, кроме Владимира Маркелова, сражались Тамерлан Казиев и Розиуан Мазихов. За победу на Кубке страны по боксу они и их тренеры получили от областного Минспорта благодарственные письма. Поздравил чемпионов и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Конечно, спортсмен должен быть учитель, должен быть тренер. И очень здорово, что удалось в нашей области в очень трудные годы когда всем видам спорта было нелегко. И боксу, конечно же, сохранить в тренерский состав, который воспитывал мальчишек и подводил к таким результатам. И, конечно же, эти победы для нас важны с точки зрения популяризации не только бокса, но и спорта в целом. За первое место сборная команда ПФО получила 7 миллионов рублей. Но расслабляться некогда. Впереди у обладателей Кубка страны чемпионат России. Победа на нем дает право стать кандидатом в национальную сборную. А это перспектива попасть на Олимпиаду. О чем и мечтают самарские звезды бокса. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.